Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида, Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем читать 64-й псалом. В православной толковой Библии говорится, Псалом по надписанию в еврейской, греческой и латинской Библии единогласно приписывается Давиду. В какое время и по какому поводу написан псалом не дает определенных указаний. В своем содержании он представляет гимн Богу за его милости к еврейскому народу, изображает его всемогущество над всею землею. Вот такое объяснение дается в православной толковой Библии преемников Лопухина. И далее посмотрим, какие надписания этого псалма. По саптуагенте в переводе Юнгерова надписание в конец. Псалом «Песнь Давида, песнь Еремии и Эзекииля, народа переселенного, когда хотели они выходить из плена». То есть написание достаточно сложное, здесь имеется в виду, это песнь Давида, но эту песнь исполняли два пророка Божия. Это те пророки, которые вдохновляли людей на переселение из пленения, когда они выходили из Вавилонского плена. Это имеется в виду. То есть псалом, составленный Давидом, как пишет Феодорит, был с любовью читаем и храним пророками Еремии и Эзекиилем, а также всем еврейским народом, переселенным в Вавилонский плен и дожившим до возвращения оттуда. Это написание находится, как и говорил блаженный Феодорит, не во всех греческих списках. Ну, написание в церковном славянском такое же, как по септуагенте. В конец псалом, песнь Давиду, песнь Иремиева и Эзекиилева, «Людия, переселения, ехдахотяху исходите». То есть, когда хотели пережить исход. А в еврейском говорится очень просто «Лам на циях мезмор ле Давид шир». То есть, управителю псалом от Давида. И вот это добавление «шир» означает «песнь». «Шир» — это значит «песнь». И начало самого этого псалма «Тебе, Боже, приличествует песнь в Сионе, и тебе будет воздаваема молитва в Иерусалиме». О чем здесь говорится? О том, что приличественно Бога восхвалять на Святой горе, в Сионе, и петь на Сионе, и воздавать молитвы Создателю в Иерусалиме, то есть в Святом городе. Иерусалим в христианском понимании — это образ церкви, которую со всех сторон осаждают враги. Они хотят разрушить Сион, Сион — это тоже образ церкви, и сокрушить Иерусалим как символ Града Божия. И я напомню точку зрения Блаженного Августина, который настаивал на том, что существует в этом мире только два Града. Град Божий и Град Дьявола. Так вот, Град Божий — это церковь, а Град Дьявола — это все те, которые последовали за Дьяволом в своей злобе, в своих бесчинствах. «Тебе, Божий, приличествует песня в Сионе, и тебе будет воздаваема молитва в Иерусалиме». И далее. «Услышь молитву мою, к тебе придет всякая плоть». Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского. «Молитва, молитву слышащей к тебе всякая плоть придет». То есть молитва, она принимается Богом, она к Нему обращена, и всякая плоть рано или поздно начинает молиться. Когда это происходит? Особенно это происходит тогда, когда какие-то критические обстоятельства в жизни. Например, когда по благословению в священном начале я несколько раз посещал Чеченскую республику во время Второй войны, я там не нашел ни одного неверующего. То есть все люди, которые там были, они все были верующие. Не было ни одного случая. Вот в обычной жизни можно найти неверующего. А когда какая-то критическая ситуация, война, здесь совершенно очевидно все становятся верующими. Потому что какая надежда может появиться в сердце человека, если он не верит в Бога, а его жизнь как бы на грани того, что она как бы может и прекратиться. «Услышь молитву мою, к тебе придет всякая плоть. Слова беззаконников превозмогли нас». То есть беззаконные слова и дела как бы овладели нами, и мы вольно и невольно совершаем их. Вот такое решение предлагает Юнгеров. «Слова беззаконников превозмогли нас, но нечестие наше ты очистишь». Здесь имеется в виду, что если на какое-то время нечестивые они будут одерживать победу над нами, все равно Господь очистит нас от этой скверны, от этих падений, от этих грехов. «Блажен, кого ты избрал и принял вселиться, он во дворах твоих насытимся благами дома твоего свят храм твой». Давайте посмотрим, как это по-церковно-славянски. «Блажен, Его же избрал, если и приял вселиться во дворах твоих и исполнимся во благих дому твоего свят храм твой». То есть, если человек направляет свои стопы к храму Божьему, это значит, что Господь как-то его вдохновил на это. И далее, «дивен правдою». «Дивен правдою» «Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко». По-церковно-славянски «Дивен в правде услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече». 7 стиха и ниже «Ты утверждаешь горы силою своею, припоясан могуществом, возмущаешь глубину моря, пред шумом волн его, кто устоит, придут в смятение народы и убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Пределы утра и вечера ты украшаешь». То есть, мощь Бога, она проявляется во всем мире, Богу принадлежит не только земля, но и небо, небо престола его, земля подножия ног его, и он управляет всем мирозданием. И какой народ, какой язык не поклонится перед Богом, осознавая свою зависимость от Него. «И убоятся знамений твоих, живущие на пределах земли. Пределы утра и вечера ты украшаешь». То есть, где бы ни жили бы люди, они будут испытывать страх Божий, величие его могущества, которое проявляется в мире природы. Особенно в моменты каких-то катаклизм природных землетрясений, извержения вулкана, цунами. «Ты посетил землю и напоил ее, обильно обогатил ее. Река Божия наполнилась водами. Ты приготовил пищу им, ибо таково есть устройство ее». То есть, Господь позаботился о том, чтобы тот мир, в котором мы с вами живем, он был бы наполнен всем необходимым. Таким образом, мы видим, что в этом псалме говорится о Боге, который превознесен над всеми народами. Как бы человеческая история не замыкается только на истории еврейского народа, потому что Господь ведет некий внутренний диалог со всем своим творением, с каждым народом. Если бы Бог прекратил вести диалог с любой частью людей, живущих на этой планете, то они прекратили свое существование, как я часто объясняю. Одиннадцатый стих. «Борозды ее напой, умножь произведение ее, от каплей своих она возвеселится, произвращающая их». То есть, если Господь начал созидать этот земной дом, то он не прекратит это свое действие, он и дальше будет господствовать над этим миром. И превозносится над всем творением. И вот эти слова «борозды ее напой», возможный перевод «гряды ее напояешь» здесь говорится о благе дождя. «Ты поишь дождем гряды земли», то есть «пласты земли между бороздами пашни». Поэтому Бог не только посылает откровения с неба для души, он посылает и дождь, он посылает и ветер, он посылает и рост урожая на земле, чтобы все это имело место быть, иначе люди никак не выживут в этом мире. «Борозды ее», то есть «спаханной земли напой умножь произведение ее от каплей своих она возвеселится, то есть начнется рост того, что посеяно в ней, произращая их, то есть произращая те семена, которые посеяны в этой земле». И 12 стих «Ты благословишь круг лета благости твоей, и поля твои наполнятся туком». И поля твои наполнятся туком. «Благословишь круг лета благости твоей» имеется в виду «благословишь весь год его начало, его продолжение и его конец». Во время года как бы повторяется круг существования, которое было в другом году. То есть строго весна сменяется летом, лето осенью, осень зимою и опять весна. То есть все как бы возвращается на круги своя. «Ты благословишь круг лета благости твоей, и поля твои наполнятся туком. Утучнеют прекрасные места пустыни, и холмы опоясаны будут радостью. Овны от овец оденутся». Овны от овец оденутся, имеется в виду от сытной травы вырастет шерсть на ягнятах, вот на этих овнах, потому что Господь заботится и о наших стадах. «И долины в обилие уродят пшеницу, воззовут все и воспоют». Здесь уже как бы праздник сбора урожая начинается, «Воззовут все». Но Зигабен говорит, что «Воззовут все создания Божьи, перечисляемые в Псалме, а особенно люди». То есть вся природа будет благодарить создателя за те благости и милости, которые он изливает на свое творение и воспоют. Но воспеть Бога в формате псалма, песни, конечно, могут только люди, хотя в псалмах самих мы часто встречаем, что звери вызывают к Богу, там лев выходит на охоту, вызывает, там птенцы в гнездышке сидят, тоже вызывают, потому что они просят всего потребного. А люди могут не только взывать к Богу в своих нуждах, они могут и воспевать Бога, в том числе и с помощью богодухновенной псалтыри. областью птенцы в своих Продолжение следует...